Сразу два крупных мероприятия проходят в нашем городе в начале декабря. В кинотеатре Победы стартовал очередной фестиваль немецкого кино, на котором представлено 12 фильмов в разных жанрах. В российско-немецком доме открылась традиционная рождественская ярмарка, которую смогут посетить все желающие. Подробнее обо всем расскажут гости оранжевого утра. Здравствуйте! Сегодня у нас гостя генеральный консул Германии Найтхард Хёвер Виссинг и организатор рождественской ярмарки в Новосибирске Кристиан Дутле. Доброе утро! Доброе утро! Гутен Морген! Молодец! Браво! Не ошибанно для себя даже. Дорогие друзья, мы с вами решили поговорить о двух поводах таких весомых. Вообще у нас неделя проходит под эгидой немецкой культуры, наверное, потому что в Победе в кинотеатре у нас фестиваль немецкого кино. А в русско-немецком доме на улице Едренцерской рождественская ярмарка, которая вообще-то в Европе проходит по всем городам всегда и по деревням, везде, на главной площади, все красиво, вкусно. Ну, давай поэтапно. Давай сначала про фестиваль поговорим. Вы были на открытии? Да, конечно. Как вам? Должность? Но, фильм был действительно очень хороший. Называется на русском языке «Считанные дни. Тааги, die bleiben». Этот сюжет был, к сожалению, сейчас больше невозможно его смотреть. Сюжет был такой, что одна мать внезапно умирает и погибает в ДТП. И что случится потом со семьей, которая, ну, достаточно... Но они объединяются потом. Да. Ну, то есть к похоронам они объединяют все-таки все вместе. И интересно было и то, что многих людей, именно немцев, удивляли. Ну, режиссерка совершенно молодая, 34 года. Режиссерка. Режиссерка, да. Девушка. И она тоже писала сценарий. И, значит, все равно было очень, ну, как сказать, ясно, что у нее есть такой опыт. Да, она рассказывала нам. И такой анализ с психологических отношений. Просто у нее умер отец, и она вот с этим решила такой философии. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вы наверняка же знакомы и с русскими фильмами, и немецкие тем более, знаете. Есть ли отличия, в принципе? Да. А чем все снимают детства, а чем мы? Я думаю, в принципе, да. Я думаю, что все равно, ну, хорошие русские фильмы, потому что есть и в Германии, и в России хорошие, и меньше хорошие. Все, которые имеют какой-то, ну, какой-то уровень, они, наверное, больше философские. Философские. Философские, и медленнее. Вообще, мне кажется, что в России делаются фильмы, которые немножко, ну, подробнее рассказывают развитие, и не так быстрее, как часто бывает в Германии или именно в американском кино. А больше снимают драмы или комедии? Вот что сейчас популярнее, на ваш взгляд? Ну, в кармане, наверное, комедии тоже. Но есть и драмы. Что-то раскрасить в жизни, видимо. Я действительно не могу решать, но думаю, что, в принципе, комедии идут гораздо лучше, чем драмы. А можно я вклюнусь в ваш разговор? Пожалуйста. Господин консулом, я хотел сделать комплимент господину Хайвера Висингу, вы прекрасно, все лучше говорите по-русски. У-у-у, спасибо. У меня вопрос по поводу рождественской ярмарки. Вот здесь, наверное, уже потребуется переводчик, а у нас есть. Как пройдет ярмарка в Новосибирске, господин Путли? Как каждый год. И в этом году рождественский базар пройдет так же, как и те годы. Значит, будет и Глинтвейн, будет вкусная выпечка рождественская. И начало будет в 14.00, рождественский базар будет идти до 18.00. То есть будет интересно также рождественские вафли, рождественская музыка. Кто может прийти? Это прежде всего народный праздник, поэтому мы ждем всех желающих. Естественно, придет генеральный консул, господин Хайвер Висинг, будет руководитель российско-немецкого дома также. Ну и все-все желающие. То есть мы всех приглашаем. Как вам кажется, господин Дутли, отличается ли как-то Рождество и декабрь, и зима, и люди в Новосибирске в России от немецкого Рождества зимы людей? Сначала хотелось бы начать с зимы сибирской. Она немного посуровее, похолоднее, чем немецкая зима. А что касается рождественского рынка, то не всегда можно приобрести, например, какие-то продукты, которые нужны для немецкой выпечки, для рождественской здесь. Поэтому приходится часто импровизировать. Ну а что касается людей, то люди очень открытые здесь. И у нас очень много волонтеров на швозе рождественского рынка. Я думаю, очень рада на самом деле. Вы хотите добавить? Только добавить, конечно, это зависит от того, что у нас, конечно, другие рецепты, чем обычно в России. Поэтому это так, если вы хотите делать хорошие блины в Германии, вы имеете такую же проблему. Наверное, в Германии тоже трудно находить вот эти ингредиенты. Ну вот давайте о том, как мы празднуем, как празднуют в Германии Рождество. И как это нормально совместить. Мы поговорим чуть позже, а пока я напомню, что сегодня у нас гостя. Генеральный консул Германии Найтхард Хёвер Виссинг. И организатор рождественской ярмарки в Новосибирске в русско-немецком доме господин Кристиан Дутли. 2 декабря в российско-немецком доме открылась рождественская ярмарка. В празднично украшенном доме горожане смогут посмотреть и купить произведения прикладного искусства, попробовать рождественскую выпечку, глинтвейн и местные деликатесы. О традициях католического Рождества расскажут наши сегодняшние гости. Напомним, сегодня у нас гостя генеральный консул Германии Найтхард Хёвер Виссинг. И организатор рождественской ярмарки в Новосибирске Кристиан Дутли. Продолжаем нашу беседу о предстоящем Рождестве. А вот что такое рождественская звезда? Потому что... Конечно, я читала специально. Да, погуглила. В нашем понимании это просто какой-то символ. А у вас, насколько мне известно, это вообще какое-то растение, которое расцветает как раз к Рождеству. Из-эк-тру? Из-эк-тру, да. Рождественская звезда на самом деле это и растение. То есть дарится, например, в церкви, имеет различные цвета. От ярко-красного до зеленого, куркурного и так далее. И имеет, конечно, свою символику. То есть звезда рождественская показала путь трём волхвам, когда они шли к Иисусу. Понятно. Вот видите, а в нашем понимании это вот даже никакое не растение. Твой вопрос был про это замечательное строение. Да, вот открыточка у нас. Сейчас мы крупно вам её покажем. Вот так вот, мне кажется, будет выглядеть русско-немецкий дом в ближайшее время. На улице Гринцевской. Ну, неплохо так, я тебе скажу. А что это создание такое? Что это создание такое? Собор в городе Ульм в Германии. И это наивысокая на свете церковная башня. Достоин только в XIX веке. Но интересно, что тогда планировали в XIX веке этот храм. Он был уже переулечен, значит, слишком большой. Там места было за 10 или 20 раз больше, чем жили вообще в городе Ульм. Ну, это христианское понимание, что строят такие храмы не для человека, но для Бога. Для Бога. Это как стадион Зенита в самом деле. Строят не для людей, не для футболистов, а для дедов. Скажите, пожалуйста, а вот только вот рядом с этим зданием проходят базары или нет? Да, да, да. То есть никак... Нет, мы говорим про всю Европу, товарищи. Конечно, да. В Европе, насколько... Ну, для тех, кто не был в Европе... Переводчик. Насколько широкая эта традиция рождественских ярмарок? Я не могу сказать точно, как в Европе, насколько распространены рождественские ярмарки. Но в Германии, например, они очень имеют широкое распространение. И в каждом городе немецком, в каждой деревне немецкой стараются проводить рождественские ярмарки. И что предлагается обычно? Это какие-то изделия, ремесленные изделия, местные какие-то продукты, декорация рождественская. Ну, вот давайте расскажем нашим зрителям, чего... Да, у нас есть подсказочка, шпаргалочка. Значит, вас ожидают. Ожидают, кстати, да. Вас ожидают. Продажа рождественской выпечки горячих вафель, глинтвейна, скобка горячей вело со специями. Для тех, кто вдруг не знает. Мульш, это безалкогольный вариант, глинтвейна. Чай, кофе, напитки. Чай с маслом, Алина. Почему я про сосиски обею? Вареные сосиски в немецком стиле. Немецкие рождественские украшения. Мастер-классы еще, между прочим. Рождественские ловы и венки, гончарный круг, лепка из глины, работа из бумаги и других материалов и так далее. Подожди, рождественский грим, почему ты вот не сказал? А что такое рождественский грим? Это под кого будет нас гримировать? Предлагается очень много мастер-классов и для детей, чтобы дети тоже как-то себя могли чем-то занять, да. И это для них очень интересно. То есть вот эта вот работа с гримом, им показывают, как можно гримировать. Можно сделать и рисунок бабочки, там, тигра, чтобы детям было как-то тоже весело и интересно. Расскажите, пожалуйста, вот вы отмечаете наше русское Рождество? И знаете ли вы о том, как у нас вообще, например, Новый год празднуется? И праздновали ли вообще здесь в Сибири, вот вы, например, Кристиан, какие-нибудь наши праздники? Или вы ярмарку организовали и быстрее отсюда? Я уже в Новосибирске проживаю два года, и поэтому постоянно праздники и с русскими своими друзьями мы праздноваем вместе. Например, Новый год прошлый праздновали очень интересно с русскими друзьями. В этом году, в этом году тоже, естественно, будут встречи с русскими друзьями. Я хочу сказать, я тоже человек, который очень любит попраздновать. Вот у меня вопрос на господину консулу. А как вы отмечаете русский Новый год? Отмечаете ли здесь, или вы, может, только уезжаете? Я должен ехать в Германию, чтобы посещать родственников и так далее. И вообще моя земля там забирается, поэтому, к сожалению, Новосибирск очень далеко от них. И поэтому не успеваю в этом году здесь отмечать. Буду только возвращаться после Нового года. Ну что ж, тогда давайте будем все вместе ожидать предстоящего Рождества. Обязательно придем в русско-немецкий дом. Мы выстроимся у консульства Германии в Новосибирске, что на Красном проспекте. Помашем рукой господину консулу. Но, разумеется, все получим ожидания чуда благодаря такому европейскому празднику. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был генеральный консул Германии Найтхард Хёвер Висен. И организатор рождественской ярмарки в Новосибирске Кристиан Дутли. Спасибо большое, что пришли. Не за что. Спасибо вам.